Приветствую вас. Ну, вы знаете, для меня, как для психолога, в общем-то, весь ваш текст производит впечатление от того, что вы разрываетесь между, может быть, неким страхом того, что мужчина вас бросит из-за этой вот ситуации, такой, скажем, прямо, да, не очень приятный. И тем, что вы боитесь, что с вами могут поступить так же, ну, имеется в виду, с вами могут поступить так же, как вот этот вот мужчина, друг вашего, молодого человека. Поступают все, вот, собственно, ну, свои, или свои, или своими, я не знаю, как лучше сказать, да, женщинам. Вот. То есть, ну, мне кажется, что есть у вас некий такой страх и некое такое противоречие. Вот. Что с этим делать? Вспрашиваем ИТУи. Я, честно говоря, не думаю, не думаю, что с этим можно, в принципе, что-то, что-то, что-то делать. Вот. Потому что, мне думают, что мужчина так отреагировал, потому что его это задело. Проблема в том, что его это задевает. Значит, есть какая-то внутренняя проблематика, значит, есть неуверенность в себе. Да, значит, есть какие-то противоречия. И так, соответственно, именно эти противоречия. Молодой человек, видимо, пытается решить. Опять же, есть такие группы людей, вот, которые, ну, базируются, скажем, так. На единомыслии, на вере, безговорочной вере друг другу и свою идею. И соответственно, соответственно, если этого по какой-то причине не происходит, вот, то я бы сказал, что начинаются всякие трудности, всякие проблемы, конфликты и так далее. Ну, подумайте сами. Если ваш молодой человек уверен в себе, допустим, то зачем ему говорить такие вещи, которые он вам сказал? Вот, да. Ну, вот. То есть это, ну, явно некая, некая, некая такая вот тревожность, я бы сказал, некая такая, некая такая, некая, некая беспокойство. Вот, вот, относительно того, что он может быть неверно что-то делать и так далее, да. Вот, и в этом, конечно, есть своя сложность, своя трудность и так далее. Другой вопрос, что вы хотите с этим делать, понимаете? То есть, если вы, например, чувствуете, допустим, вину, если вы ощущаете вину, то вам с чувством этой вины нужно работать. Вот. Если, может быть, вы и говорите нам, что, там, мне не должны нравиться его друзья, да, и будут его друзья, там не должны нравиться мне. Вот. Все это вы можете говорить и говорить, все это может быть по факту, все это может быть так и есть, но вот чувствую, что это все вы можете по-другому. Из-за того, что вы это можете ощущать иначе, мужчина, мужчина чувствует, ну, может чувствовать вашу неуверенность в себе. Вот. Вот. На этом. Это я вам сказал так. Если вы поедете еще, потому что вот я озвучил начало всех этого поедетов. То мужчина может чувствовать и ваш страх, в том числе, тоже. Поэтому вам разрешить свое предварительное, которое у вас, ну, которое у вас имеет место быть. Ага. И наблюдать, что лежит в основном этого поедете, какие, какие стороны, да, то есть, что с чем, ну, конфликту, конфликту вот. Что с чем, кто с кем, ну, внутри, внутри вас и так далее. В вашем сознании. Вот. Так вот и все равно. Сейчас видно, что у нас мужчина в себе не очень уверен, а в этом друге он ищет, ну, скажем так, какую-то опору. Вот. Человек, ну, пытается найти эту опору. Ну, и, соответственно, он ее, конечно, находит. Вот. И если их вот прям совсем внимательно посмотреть, то вы увидите, что в какой-то степени он, я имею в виду, ваш молодой человек, склонен свой выбор обесценивать. Вот. Это весьма печально, но не только это печально, но и опасно. Вот. Опасно, потому что обесценивает свой выбор, человек может обесценивать и ваш выбор, в том числе, в том числе. Обесценивает свой выбор. Человек может обесценивать и вас. И вот это, конечно, уже весьма, весьма привозно. Дело не в том, правильно вы понимаете или нет. Дело в том, насколько вы можете уверенно нести свою точку зрения. Дело в том, правильно ли вы понимаете то или иное вообще. Нельзя правильно понимать, наверное, указывая своя позиция, указывая свой взгляд. Я думаю, что вот сама формировка, правильно понять, она уже содержит некие тревожные моменты, вот. Так что нет. Правильно. Не столь важно. Правильно вы понимаете или нет. Важнее другое. Что человек может вашу позицию. Ну, словно говоря, просто не стоит сказать, что как-то могла унизить мой выбор, да, и всё. И, соответственно, тут же вы чувствуете, что не знаете, что с этим делать дальше. Ну вот, хотя, совершенно очевидно, что молодого человека нужно оставить свои позиции наедине. Вот. С другой стороны, с другой стороны, есть весьма важный момент. Этот момент связан с тем, что если вы действительно себя оскорбили, если вы действительно увидели, да, а вот в ваших, образно говоря, дополнение это присутствует, то это вот уже момент. Повторюсь, мы можем не принимать ценностей других людей, но вы не просто не принимаете, вы, на мой взгляд, реагируете на это негативно. И вот это уже проблема. Потому что негативная реакция, в какой-то степени агрессивная реакция, это та реакция, которая призвана защищать. Но вопрос в том, защищать от чего, или от кого, понимаете, да? То есть вам нужна защита получается, вы пытаетесь вот себя защищать, и это нормально, это нормально, абсолютно нормально, что вы пытаетесь себя защищать. Вот, ну, как бы, защищать у тебя немножко не так. Поэтому свою точку зрения, свою позицию, да, нужно не объяснять. Когда вы говорите, я объясняю, у меня появляется, ну, такое достаточно стойкое ощущение, что вы их несколько давите. Вот, или не объяснять ничего. Объяснять, значит, доказывать. Доказывать, значит, демонстрировать, что ты не прав. Именно просто бы найти свою позицию, например, через, я сообщение. Вот это один из самых хороших моментов, которые вы могли бы использовать для себя. Я сообщение. Просто, что я не хочу, допустим, находиться с этим человеком. Допустим, мне чужие, чужие ценности этого человека. Вы можете сказать. Ладно. Да, но я, именно так и говорил. Говорим, молодому человеку. Может быть. Но. Ага. Ваше дополнение, дополнение, которое вы сделали. Именно то, что вы дополнили, когда описывали этого человека. Как агрессивно замордававшего свою жену и прочее, 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 прочее. Понимаете? Это именно, что негатив. Это именно, что представление человека, именно вот представление человека в позиции тирана. Хотя, человек не тиран. Он делает ровным счетом то, что ему делать. Позволят. И все. Те женщины, которыми он встречается и которых он потом бросает. Они позволяют. И его жена, которая тоже позволяет. Я не говорю, поймите, что это хорошо и здорово. Я не говорю, что его жена, например, ну, хочет этого. Я говорю лишь о том, что это выбор человек. И, относяясь к мужчине таким образом, в этот выбор игнорируется. И беда в том, что если вы можете, если вы можете проигнорировать выбор какого-либо, ну, кого-либо, да, это значит, что вы можете проигнорировать свой выбор. Если вы можете допустить, что этот выбор проигнорировать другие. И вот она, собственно, ваша тревожность появлялась. Появлялась. Как раз. Так что, тут на самом деле все как. Ну, я думаю, достаточно просто, если мы не берем в расчет то, что вы можете, ну, бояться, например, чего-то, да? То есть, ну, например, как я уже сказал, что молодой человек, человек вас бросит, например. Если вы этого не боитесь, то это достаточно просто. Разделяет ли мужчина ваши ценности или нет? Уверены ли вы в себе, например? То есть, уверены ли вы в том, что, ну, сможете себя защитить, если ваш молодой человек будет действовать вот подобным образом? Сегодня я пора спрашивать мужчину о том, чем его привлекает его друг. Что ему нравится в том, что этот друг делает в том, что этот друг привлекает и так далее. Чтобы лучше понять твой молодой человек. Это как поговорка, скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты. Я не очень склонен ей верить, потому что все-таки считаю, что люди разные, и с друзьями люди становятся не потому что характеризуют друг друга, а потому что люди все-таки разные, именно разности притягивают. Поэтому я с этой поговорка не согласен, но вместе с тем в ней есть определенная доля истины, с которой мы не можем не считаться. Особенно если дружба, не совсем дружба, а скорее такое, знаете, родительское направление, что ли. Это больше как наставничество получается. И если за мужчиной чувствуется, что он в себе не уверен, и если чувствуется, что он может сомневаться, что ему не чуждые сомнения, что ему не чуждые... Какие-то, какая-то, я бы сказал, тревожность, то, на мой взгляд, оставлять это ни в коем случае нельзя. Без внимания. Ибо, так или иначе, это может отравиться мало. А я думаю, что вам этого 100% бы не хотелось. Вот. Поэтому такой вот получился ответ, да, на самом деле, совершенно не одностоящный получился ответ. Ну, потому что... Однозначности здесь, наверное, наверное, в принципе, быть не может в силу того, что мы говорим об отношениях между людьми. Вот. Ну, у меня есть надежда только на то, что вы как-то вот поразмыслите, подумайте и решите для себя, что вам хочется и в каком направлении вы хотите двигаться. Вот. Ну, может быть, я все-таки в какой-то степени прав и, может быть, вы действительно есть некая стригозность по поводу себя или, может быть, вы, ну, действительно привязаны к своему, ну, молодому человеку. Вот. И... Боитесь его, например, потерять. Да? Боитесь, что он вас ополкнет, просто вас не захочет с вами быть. Вот. В любом случае, я хочу, чтобы вы подумали. Вот. Я хочу, чтобы вы подумали и подумали хорошо. Вот. Относительно того, как, как и что будете делать дальше. Вот. И, соответственно, если вам потребуется помощь, то мы тогда будем рады вам помочь. На этом все. Я надеюсь, что мы от вербы полезем. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова